всем привет друзья сегодня будет очень интересное видео будем осматривать пчел погода хорошая одну первый осмотр семьи ставьте лайки подписывайтесь не забывайте сказать спасибо там есть еще колокольчик сбоку можете нажать будет вам постоянное видео сегодня 24 февраля 2018 год погода у нас сегодня 25 градусов по цельсию и больше и вот у нас доходился уже расцвели сейчас мы покажем вам основная тема будет показать первый осмотр семьи пчелины что они имеют в данный момент тепло носят они это самое пыльцу уже или не носят сколько расплода посмотрим что у нас имеется вот еще у нас это пошло растение развиваться правда это лапанта такими кустами большими я снимал у меня на видео есть как она цветет как пчелы с нее берут взяток это у нас расцвела слива зацвела так сказать переходим дальше вот это у нас абрикоса зацвела вот вот уже раннее цветение в этом году раннее цветение зацвела абрикоса но уже дело к вечеру да вот и пчелки летают я вижу летают летают значит пыльцу несут она не сильно сейчас ветерок раньше с утра давала она больше а сейчас одна пчелка я вижу пролетела вот другие еще дикие даже летают пчелки как говорится вот переходим дальше посмотрим что у нас имеется тут наличие это на севелек после зимы жена уже делала зеленый борщ такой хороший лучок такой вот пошел уже расти вот доходился там и опять там абрикос и прочее по мелочи как говорится в лесу как говорится есть уже многие дикорастущие груши зацвели очень сильно много на этом крае не так сильно пройдемся посмотрим все таки зима была так сказать 24 перепады температур были сегодня суббота а очень хорошо это самая температура выше 25 градусов по цельсию то мы решили вам показать как у нас тут работают семьи вот это на курочки тут ходят довольно потеплело это вот нектаринг зацвел у нас персик нектаринг вот остальные есть попозже вот сливы еще не зацвели почечки уже вот-вот зацветут как говорится приблизь поближе вот покажи почечки вот-вот-вот уже зацветут это только пи первые пару дней как зацвело все хорошо а то пчелы собирали едва едва немножко пыльцы несли ну все-таки зима февраль ну молодцы несут стараются так берем наш дымарь вот и начинаем смотреть семейку вот эту вот сейчас посмотрим вот зайди с этого края потому что сейчас мы снимем все это хозяйство и посмотрим что у нас тут есть я еще не смотрел просто накрыл пленочкой чтобы было тепло по весне они уже начали расплод делать поэтому вынужден был накрыть накрыть пленочкой сейчас будем смотреть что у нас тут есть осталось ли после зимы это хорошо что медок есть так пчела вся наверху тут ничего нету на значит здесь посмотрим что да она наверх перебралась нет медует зимует как сказать снизу пустой корпус у меня был а сверху немножко дымнем тепло тепло что они нас тут дали посмотрим как они тут перезимовали подвигаем смотрим после зимы они сейчас потеплело им не до того чтоб кусать им нравится теплый воздух они так сказать на радость говорят нам не до кусания вот пожалуйста смотрите медок есть и на практически пельца есть вот так вот глянем вот так вот вот это вот пыльца у тут на опрос к низу это вот пыльца сверху идет вот это вот под медом это медок сверху это вот и здесь то же самое свежая даже пульца есть вот есть очень вот так снизу пыльца вот а сверху медок смотрим что дальше у нас я эту семью первый раз смотрю после зимы не знаю что просто сразу наугад так сказать что у нас тут творится вот пожалуйста посмотрите пыльцы на на толстый натолкали снизу вот навалом вся пыльца снизу это медок еще в общем а здесь напрыск вот это вот напрыск у нас идет вот это вот напрыск идет вот в общем сейчас идет замена пчелы старая пчела на новую заменяется за февраль у нас ну приблизительно до до конца марта будет замена вот а потом они пойдут на развитие вот посмотрим что здесь осталось вот печатный расплод уже есть вот видите вот это печатный расплод пчелы не густо вот ну вот это червячки по бокам вот это вот идут у тут червячки печатный расплод эта семья была медовая меня на хорошо мед носила вот вот тут они подготовили место вот это уже все засия под засеяно и здесь вот пожалуйста посмотрите пыльцой вот это пыльцой все желтое заложили а здесь пятачок это первая рамка попасть я еще не смотрел эту семью не знаю какого качества она ну я смотрю что она не сильно ну хорошего качества ну сохранилась а сохранилась а я рассчитывал на лучшее ну что есть то есть после зимы вот вот эта сторона видите но обычно вот она маточка бегает видите маточка вот она вот вот я указываю вот 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 я вижу показываю вот она видите маточка бегать ну главное что маточка сохранилась а вот и с этой стороны расплодик есть это вторая рамочка с расплодиком как говорится первая замена пчелы туговато идет а потом будет лучше потому что первые четыре старая пчела выкармливает четыре пчелы выкармливает одну личинку поэтому очень туго идет замена вот здесь еще вот расплодик видите и пыльца по краям это медок грызут и с этой стороны вот тоже самое вот этого желтая все пыльца меток подгрызает вот это все желтая пыльца в общем пыльцы нанесли молодцы но матка что-то слабовато я считаю ну пойдет пока так сказать деваться некуда что есть то есть я говорю что еще не смотрел это вот три рамочки с расплодом начали уже нести эта семья выйдю жить это рамочка с медом из пыльцой забита пыльцой видите снизу снизу вот это все забита пыльцой вот а сверху медом в общем есть перспектива это вот напрыск снизу и медок так что меду им достаточно здесь и уже понесли напрыск вот это последняя рамочка медовая с медом ну для начала эта семья не сказать что высшего качества я смотрел сегодня другие семьи там уже по 45 рамок и полностью рамки засеяны в общем что хочу сказать старая пчела сеет смысле кормит очень плохо в ней железы неразвитые как только замена произойдет пойдет рост семьи это приблизительно не через 15 расплод выйдет молодая пчела она тогда выкармливает 1 выкармливает две пчелы а то и 33 до четырех этих самых личинок выкармливает одна молодая а старые наоборот 4 выкармливают одну личинку то есть и они тянут резину время тяну чтобы побыстрее так сказать ну подольше протянуть обогреть расплод чтобы возможность было дать базу для развития семьи как и так друзья вот это вот такой маленький осмотр просмотреть ну что результат какой осмотрели семью какой анализ даем три рамки семья я считаю что не высшего качества вот не слабенькая средненькая семья вот есть перспектива что она хорошо разовьется сегодня 25 февраля 25 градусов по цельсию 24 суббота ошибся вот 2018 год нашли матка есть пчела есть видите спокойная не кидается не кусается вот тепло результат какой средненькая семейка разовьется все проверили медок есть если что я в любой момент могу поставить сверху еще корпус с медом то есть снизу меня пустой у них есть процесс развития и сверху мы можем поставить еще корпус медом или прикормочку дать ну в данный момент я считаю что у меня есть возможности поставить корпус с медом я попозже поставлю корпус с медом сюда или надставочку что у меня там есть ну короче побольше чтобы она имела запас когда семья имеет запас она тогда дает возможность матки развиваться если не запаса нет на подсосе семья не развивается потому что она говорит сидим мед и что потом помирать что ли вот поэтому по весне всегда в семье должен быть запас мёда хороший запас мёда если запас мёда есть она быстро семья развивается как только заменилась пчела тогда матка строчит сразу пять шесть семь восемь рамок если запас мёда есть они сразу в один момент восемь рамок засевает и поэтому и раи выходит моментально выходят раи потому что из запаса они сделали так сказать новый расплод новую пчелу и семья по весне имеет свойство усиленно развиваться в несколько раз быстрее сначала идет замена практически уменьшается семья смотришь семья уменьшалась можно старая пчела за выкормила расплод и отмирает и отмирает смотришь ну что это такое а потом смотришь резкое бурное развитие и так результат осмотра этой семьи нормальный пойдет это не не представляет опасения эта семья будет развиваться и так уважаемые подписывайтесь ставьте лайки комментарии задавайте вопросы это первый осмотр первый осмотр всегда очень сложный пчеловоды не знают что делать если у вас нету кормов желательно добавить вот сиропчик у рамочку налить если есть корма добавить корпус поставить или несколько рамок вот до встречи не забывайте сказать спасибо ждем ваших комментариев до свидания